Здарова, откидывайся на спинку кресла и расслабься, а я расскажу тебе краткий пересказ фильма Исчезновение на седьмой улице. И не забывай подписаться, чтобы не пропустить еще больше моих видео. Пол работает киномехаником и пока идет киносеанс, он, чтобы не тратить в пустое время, читает книгу. В перерыве флиртует с продавщицей. Ты точно никому никогда не отсасывал? Я даже не знаю. А когда возвращается обратно, нежданчиком врубается электричество. Когда свет снова включается, все люди внутри исчезают. Но странная херня в том, что их одежда, обувь, очки и остальные вещи лежат на полу. Из-за угла выходит также выживший чернокожий охранник. Почему я подчеркнул это? Да потому что по клише чернокожие погибают в самом начале, если они, конечно, разделяются. И этот, зайдя в помещение, не стал исключением. Ты недооцениваешь мою мощь! Доктор Розмари прет по больнице с фонариком. Она слышит стоны и в хирургии видит больного на операционном столе, который отошел от наркоза и находится в шоковом состоянии. Освещение гаснет и мужчина исчезает. Розмари в ужасе зовет своего ребенка Мэнни. Репортер Люк просыпается при свечах, которые он зажег для своей подружки Пейдж в ожидании классной ночи. Но уже утром парень удивляется, что его баба не вернулась домой. И это очень странно. Он идет на работу в холле. Он берет газету на она вчерашняя. Люк понимает, что творится какая-то непонятная херня. Ведь человек по своей природе боится того, чего не понимает. И это является весь его день. Но выйдя на улицу, он в ужасе от увиденной горы одежды на улице. Когда парень заходит в офис, мрачная тень прется за ним. В кабинете Пейдж, как везде, пусто. Проходит три дня. Люк ищет по городу с фонарем. У него на шее висит связка небольших фонариков. И он пытается завести хоть какую-нибудь машину, но ничего не выходит. Нежданчиком к нему подбегает мужчина и просит поделиться фонариком. Так как его же сжигалка больше не работает. Хули ну как дурак, бля. Но парень блокирует двери и вскоре тени поглощают их. Люк снова ищет работающую машину и собирает припасы. Девочка с фонариком потихоньку следит за ним. В пикапе парень берет батарейки и неясно зачем. Пистолет, он слышит музыку из-за угла. И там она ходит бар, где каким-то образом все еще горит свет. Но внутри нет ни души. В подвале Люк находит работающий генератор. И неизвестно, откуда появляется парнишка Джейм. И целится в Люка из ружья. Люк понимает, что парнишка напуган и может натворить дел. И успокаивает его. Давай, убей меня! Давай! Джеймс рассказывает, что его мать пошла проверить источник света, исходящий из церкви. Люк объясняет, что дни становятся все короче и короче. И скоро будет жопа, потому что сейчас на улице уже 11 дней. Но все еще темно. Люк говорит, что нужно уходить из города, так как топливо для генератора скоро кончится. Но Джеймс решает ждать маму. В этот момент заходит Розмари, которая ищет своего сына. В это время Пол с разбитой башкой лежит на дороге. Собирает последние силы. Он поднимается и ползет к освещенной остановке, в которой установлена солнечная батарея. В баре Розмари рассказывает свою историю, когда доктор вернулась домой, но не увидела ни няни, ни ее малыша. Она надеялась, что отец ее сын смог притащить его сюда, ведь он любил тут сидеть и пришла сюда в надежде их найти. Ребята слышат снаружи вопль Пола. Люк не хочет туда идти, но Розмари и Джеймс уговаривают его помочь. По пути парни преследуют стрёмные тени, которые везде и хотят поглотить их. Люк тащит этого персонажа в бар, но по пути падает и успевает и лодыжку повредить, и источник света урать. Не дождались бы они неудержимых четыре, если бы Розмари не открыла бы в этот момент дверь. И ребята успевают завернуть внутрь. Пока Люк перевязывает ногу, Розмари осматривает голову Пола. Он говорит, что кто-то ударил его по голове. И одновременно фонарик начал гаснуть, затем неизвестный выволок его на улицу. Там было темно, и он постоянно слышал чьи-то голоса. Пол мог доползти до остановки, где его и нашли. Киномеханик высказывает разные теории, от галлюцинации до аномалий. Но Розмари уверена, что это кара божья. Ты знаешь? Не знаю. А что, должен? Сука, твою мать, толку от вас, как от козла молока? Люк кричит, что это нелепо. В это время свет начинает гаснуть, и внутрь заходят местные жители. Или точнее, те, кто ими когда-то был. Ребята отключают большинство приборов, чтобы уменьшить нагрузку на генератор. В подвале Джеймс говорит, что здесь есть запасной выход. Олл бесится и херачит генератор энергии. Свет мерцает, и мрачные снова появляются. Киномеханик рассказывает о потерянной колонне. Рано. Когда туда привезли припасы, все жители просто исчезли. Они успели насарапать одно слово. Круатон. И хер его, конечно, знает, что это. Значит, мужчина считает, что это перезагрузка человечества. Пол становится херовый, остальные кладут его на стол. Розмария сказала Люку, чтобы он сделал летяной компресс. Когда парень набирает лед, то вспоминает событие. Во всей студии Люк видит платье Пейдж. Когда включается свет, он проверяет запись с камеры и видит момент исчезновения девушки. А затем он смотрит прямую трансляцию репортера. Тот говорит, что слышал зов брата из тьмы, который погиб 8 лет назад. Мужчина считает, что тени обманывают людей. Ты жалкий, никчемный уебок. Он добавляет, что можно доверять только источнику света в своих руках. Репортер просит найти его в Чикаго. Но свет врубается. Люк слышит Госпэдж, которая говорит, что вышла новая песня Оли Пузовой. И она может дать ему послушать. И тень движется за Нинг. К счастью, парень успевает сорвать к херам шторы с окна. Рассказывая об этом остальным. И говорит, что им нужно попасть в Чикаго. У дома недалеко от бара стоит пикап, который можно завести. Подав, конечно же, питание с генератором. Парень убеждает в этом остальных. Хотя не надеется, что близкие его еще живы. Люк и Розмари пойдут за пикапом. Пока Джеймс присмотрит за раненым Полом. Пол говорит Розмари, не нужен ли ее маме, зять. Женщина его целует. Она вешает светящуюся палочку на его шею. На улице фонарик у Розмари начинает гаснуть, потому что он срать хотел на новые батареи. Ребята считают, что те не постоянно, но постепенно высасывают заряд из всех источников, кроме работающих на солнечную энергию. Пара толкает пикап к бару. В это время Джеймс включает музыкальный автомат по просьбе контуженного и готовит ему холодный компресс. Слушай, поставь музыку, а? Но Люк сказал... Пока парень отходит, раненый начинает кричать и звать, и свет внутри ненадолго гаснет. Люк с Розмари садятся передохнуть. Все по-новой, и своих, и близких снова хотят увидеть. Подходит девочка с фонариком, но она убегает, когда парень пытается ее догнать. Тени почти поглощают его. Но Розмари успевает включить фары. Пол встает, чтобы найти Джеймса, но видит намек, что его нет. Все же мужчина решает поискать в подвале. У пикапа гаснут фары, тогда Люк мутит факел, но зажигалка осталась в баре. Розмари хватает парня, и они спешат в больницу, где она работает. Пол спускается в длинный освещенный коридор. Голод Джеймса зовет его вперед. Мужчина открывает дверь в конце коридора, но за ней кирпичная стена. Свет гаснет, и тьма забирает киномеханика. На самом деле, прикол в том, что пол все это время лежал на столе. Свет в баре включается. Джеймс бежит к раненому, но находит только его одежду. Розмари находит спички, поджигает факел. Розмари лезет в кладовку, чтобы взять спирт для факела. Она слышит снаружи плач ребенка. Посреди улицы стоит коляска. В луче света. Но в ней никого нет. И обманутая Розмари все понимает и позволяет раствориться в тени. Люк привязывает факел к пикапу и толкает его к бару, несмотря на боль в ноге. Парни, подключая генератор к машине, Люк запрыгивает в пикап, так как свет в баре погас. И резко сдает назад, но просит Джеймса не убирать ногу с газа, пока сам закрывает капот. Но парнишка видит церковь и бежит внутрь на поиски мамы. Люк знает, что машина заглох и едет в Чикаго 1. На моста он видит слово Круатон, о котором говорил Пол. Джеймс в церкви смотрит зажженные свечи и слышит, как мама его зовет. Посмотреть что-нибудь по ТНТ. К счастью, Люк вовремя возвращается. Репортер кричит, что им нужно уходить. Но Джеймс упрямо идет. Парнишка находит там только груду одежды. В это время фары пикапа погасли и Пол уходит в тень. Пока Джеймс говорит на алтаре, я существую, все свечи в итоге гаснут. Когда наконец восходит солнце, Джеймс все-таки жив. К нему подходит та сама девочка, говорит, что ее зовут Марьяна. И это ее кровать. Она просит парня остаться с ней. Девочку спас фонарик на солнечной энергии. Снаружи лошадь хавает яблоки. Ребята садятся на нее, чтобы добраться до Чикаго. Когда солнце садится, слышна музыка комедии клава. И на стене видны тени Пола, Люка и Розмари. Знаю, что тебе понравился мой пересказ. Так что не забывай подписываться и нажимать на колокольчик.